Привет! Сегодня мы будем говорить про аранжировку, но даже не совсем скорее про нее, а про то, как сделать свои композиции немного интереснее по настроению, научиться передавать это настроение правильно, используя все те же самые простые трезвучия. На самом деле, огромное количество музыки, наверное, 90% музыки, которая написана вот такой популярной, все строится на четырех, ну на пяти трезвучиях, да, чаще всего, ну какой мы еще аккорд там можем слышать, это что-то вот такое, и то не всегда эту семерочку можно услышать. Как я пришел к тому, чтобы снять это видео? Сам бы я, наверное, никогда его не выродил, но мне не так давно написал подписчик канала, и такой говорит, Никита, я пишу музыку, у меня нихрена не получается сделать ее интересной. А в чем вот проблема? Он мне скинул свою композицию, я ее послушал и долго пытался понять, а что же его не устраивает, потому что, ну, в целом, вроде музыка ничего, но да, что-то в ней все-таки есть. И я понял то, что кульминация в его композициях, она звучит как-то не так, как надо. Нет того настроения, и, в общем, я этому всем делу объяснил, что можно, как можно применить, какие-то простые способы и методы. Как бы это видео, это попытка перенести наш диалог в формат видео. Надеюсь, это будет интересно, и давайте приступим. Для начала мы поговорим вот о чем, о каких-то самых базовых простых вещах. Сразу хочу, кстати, предупредить, что видео вам не нужно смотреть, ну, в смысле, короче, вам не нужны какие-то знания академические для того, чтобы смотреть, потому что у меня их тоже нет, и то, о чем вы говорите, достаточно просто. Короче, давайте представим, какой вообще бывает музыка. Музыка у нас, наверное, ну, так грубо можно разделить на веселую и грустную музыку. А, конечно, это очень такая странная градация, но все же. Конечно, она еще бывает там торжественная, она еще бывает там мистической и много-много-много всего, но если так вот делить, то вот, да, грустная и веселая. Если мы говорим как бы о поп-музыке какой-то. И, соответственно, любой музыкант, который что-то там сочиняет, он не любой, да, не любой музыкант. Музыкант, который что-то сочиняет, он как думает, что мажорный аккорд или мажорная гамма – веселая музыка, минорный аккорд и минорная гамма – грустная музыка. Да, что есть у нас в тонике, например, стоит мажорный аккорд, значит, музыка будет веселой. Там, оп, типа, хлоп, весело же, весело, весело, весело. Но на самом деле все не так. Для примера, композиция достаточно известная, по-моему, Леонардо Койна, я, конечно, могу ошибаться, «Аллилуйя», она играется с мажорного аккорда. Хотя она достаточно печальна и довольно-таки грустная, но хотя она имеет какую-то некую торжественность, все-таки она с закосом на христианскую музыку. Вот. Иисус, все дела. И, короче, о чем хочу сказать, что минорность или мажорность вашей гаммы и ваших аккордов, она еще не говорит ничего о том, какое будет настроение музыки. Да, в каком-то смысле, конечно же, она его определяет. То есть, ну, достаточно будет тяжело написать, используя, например, мажорную гамму, какую-то грустную или там мистическую. Мистическое произведение вы, например, не напишете, скорее всего, на мажорной гамме, используя обычные трезвучия. Вот. Но, опять же говорю, привязываться к этому не стоит. Первое, о чем имеет смысл сказать, это динамика. То, как вы извлекаете аккорд. Я понимаю, что тем, кто пишет электронную музыку, это будет не совсем понятно. Но я могу сказать, что многие синтезированные звуки, они в том числе достаточно сильно зависят от велосити. И чаще всего, чем сильнее велосити, вот, да, мы на пианино можем сыграть вот так аккорд, а можем вот так сыграть. Количество абертонов, да, будет больше, если мы сильно ударим. То же самое и с синтезаторами. Вы можете привязать фильтр к велосити, и чем сильнее вы будете нажимать, тем более громкий у вас будет звук и более наполненный, насыщенный высокими частотами. Короче, ладно, мы сейчас не просим-то звук, говорим. В общем, все это работает во всех направлениях. Итак, давайте сыграем вот этот аккорд до минор, до мажор. Сыграем его и послушаем. Сыграем его сильно. Что мы можем о нем сказать? Он торжественный. Он не веселый, но он торжественный, да, такой типа ба-бах. Он не грустный, опять же, да. Но если мы сыграем его вот так, аккуратно. Он приобретает уже немного другое звучание. И если мы сыграем его опять сильно, мы получаем более торжественное, более такое акцентированное звучание. И то есть мы уже можем создавать различное настроение, используя только один аккорд, да, в нашей композиции. Тут просто меняя настроение. Но если мы, например, сыграем этот же аккорд, но выше, смотрите, мы уже не можем сказать о том, что он какой-то веселый, да. Он уже не звучит торжественно. Он звучит очень аккуратно, интимно. Наверное, даже как-то немного даже романтически, да, типа. Даже если мы сильно его сыграем, да, он все равно не тот. У него не так много обертонов. И он такой, как бы, да. Хотя это все тот же, совершенно тот же аккорд. И тем более у нас тут еще есть такой некий бас, мы можем сыграть без него. Да, или более такое аккуратное обращение. Он будет еще более таким миловидным. Если же мы сыграем его снизу. Ну, не так низко, нет. Вот так, вот здесь. Он звучит, ну так, ну, в общем-то, в принципе, похоже на то, что у нас было здесь, да. Но тут он у нас такой какой-то, такой, не знаю, более роковый такой, знаете, он более светлый. А вот здесь вот он более такой темный и более печальный. Вот, в принципе, один аккорд, да, в нескольких позициях с разной динамикой звучит по-разному. И все это вы, в принципе, можете использовать в музыке. Чуть позже я скажу, как именно. Теперь перейдем ко второй части, о чем я хотел сказать. Это о том, как сделать музыку более грандиозной. И как создать более сильный напор вот этого какого-то грандиозного настроения. Иными словами, как вам в своей композиции, внутрядной композиции, да, создать вот этот вот эффект эпичности или максимальной экспрессии, когда у вас музыка переходит из какого-то состояния более близкого в более широкое. На самом деле все очень просто. Когда мы играем нашу музыку, да, то есть если мы на клавиатуре располагаем руки вот близко друг к другу вот так, то мы получаем более близкое и интимное звучание. Возьмем все то же самое, по-моему, какое-то в третье обращение аккорда. Третье же, да? Я просто сейчас не помню, на самом деле. Короче, какое-то обращение аккорда. То есть играем вот этот вот обычный до мажор, вот и он. Только мы вот эту вот, вот эту ноту соль мы играем вот здесь. Мы получаем все то же самое до и играем вот здесь. Вот. И это очень близко и очень интимно, да. Если мы сейчас попытаемся создать из этого какой-то величественный, ну, то есть резкий переход какой-то во что-то, да, я хочу сказать, ну, как бы кульминационный такой переход, у нас ничего не получится. Даже если мы будем динамически его сильно играть. То есть слушайте. У нас нету ощущения перехода композиции, да, или музыки из одного состояния в какое-то в другое. Это, скорее, ощущается больше как какой-то музыкальный акцент. Но не как переход во что-то другое, да. Мы, добавляя экспрессии, мы не получаем тот нужный эффект. И вот как раз в композиции у человека, который меня скидывал, у него была как раз такая проблема. То есть он на одних и тех же аккордах, он, добавляя инструменты в ту же самую тесситуру, пытался создать какое-то грандиозное звучание. Хотя нужно было пойти совершенно другим путем. Смотрите. Возьмем сейчас все то же самое. Давайте добавим педали. Это просто акцент, да. Смотрите, что я сейчас сделаю теперь. То есть чем у нас руки ближе находятся, да, тем у нас более близкий звук, да, более интимный. Чем дальше, тем у нас больше вот этот эпик нарастания и так далее. Иными словами, если вы хотите создавать более торжественную музыку, если вы хотите в своей музыке создать какой-то такой эпичный заход, то делайте большую разницу на основном инструменте, на основном аккомпанементе, если так можно сказать, между низкими и высокими звуками. Не обязательно, конечно, брать две октавы. Можно взять и одну октаву, чтобы была между басом и им, да, но в любом случае, то есть... Вот она разница, да. Тот же сам аккорд, но с низким басом намного сильнее раскрывается. Наверное, то, о чем я говорю, это достаточно понятная вещь. Но, опять же, кому-то, наверное, понятная, кому-то все-таки нет. Как это вообще применять в музыке, да, как управлять настроением слушателя? На самом деле все просто. Если вы начнете сразу свою музыку вот с этого, у вас просто больше не будет возможности как-то еще создать акцент, да, то есть, ну, не акцент, я имею в виду, а в кульминации вы ничего... Ну, можете, конечно, сюда горнов добавить, горные усилия от звучания, но настроение останется тем же. Музыкальная композиция интересна тем, когда она по ходу движения своего, она меняется, она становится то шире, то громче, то тише, то уже, и так далее, и тому подобное. И именно вот здесь это и цепляет внимание слушателя. Чем плох битмейкинг, современный битмейкинг, который вот, ну, в том представлении, в котором он есть. Уберите оттуда вокал, никто это слушать не будет, да, потому что, ну, читка, она хоть какое-то настроение задает, а если вот оттуда читку убрать, то, ну, это можно послушать ровно два, сколько там, два квадрата, да, пока вот не услышишь, что началось повторение. Поэтому в музыке должны происходить какие-то события, которые будут делать ее интересней. И если вы, например, пишете какое-то произведение, неважно совершенно в каком стиле, не стоит постоянно забивать вниз, не стоит постоянно там забивать середину, делать все это очень громко и наплывчато. Кажется, что, делая звук вот таким, вы делаете произведение громче, и за счет этого оно ощущается как-то более, ну, более массивно, что ли, да, более интересно. Но на самом деле нет. Потому что если вы вот так вот будете играть всю композицию, вы никуда не сможете с этим прийти. Куда громче-то? Все, вы уже максимально уже все извлекли. Поэтому старайтесь в каких-то моментах, например, где у вас какой-то играет куплет, да, использовать, например, более какую-то привычную тесситуру, ну, если мы говорим сейчас, опять же, про пианино, да, то есть вот здесь вот, ну, все песни, они вот обычно вот здесь играются, да. Если мы хотим сделать какой-то интересный переход, например, какой-то бридж, мы можем сыграть его вот здесь, да. И то есть мы играем, получается, композицию, то есть вот она у нас идет, например, вступление. Понятно. Потом мы переходим в, соответственно, в какую-то основную часть, в куплет. И после этого, да, мы можем опять же усилить. У нас есть место для того, чтобы усиливать экспрессию, то есть... Опять же, это какая-то вторая часть нашего куплета, да. Это все, это опять же все еще это один аккорд. Правда, я там сыграл ля минор, но не суть. И, соответственно, приходим к нашему припеву. Мы можем к припеву прийти сразу, а можем сыграть здесь что-то сверху. Один аккорд мы поиграли сверху, да. Потом в середине у нас основной куплет. Мы его усилили экспрессией, да, более сильным нажатием. Потом мы шли опять вверх, сыграли что-то интимное. И пришли сюда. Обратно, но уже с низкими басами. Вот, в принципе, на одном аккорде мы создали уже рассказ какой-то, да, который у нас чего-то тихого уходит во что-то более громкое, разрастается, потом опять становится маленьким и потом взрывается. Вот только таким образом ваша музыка и ваши композиции будут интересными. В общем, в принципе, я не буду больше лить воды. Надеюсь, что все было понятно. Я, да, что все было понятно, было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы, можете мне написать, и я что-то вам отвечу. Также, если вы хотите написать какой-то ядвительный комментарий, и вы очень умный, и у вас очень большие богатые знания по музыке, я милости прошу, пожалуйста, пишите. Я буду только рад, особенно если ваш комментарий будет интересно читать. Если же вы просто хотите налить яда, пишите, но я их удалю. Я считаю, что, ну, вот эти безосновательные просто, когда говно льют в комментах, от этого толку никакого нет. Вот, я против негатива какого-либо. Вот, но если вы хотите разъебать меня, пишите, пишите. Я буду только за, прям вот, но, пожалуйста, что-то там чем-то подкрепляйте. Вот, в общем, можете еще подписаться на телеграм-канал. Там не только, он не дублирует ленту ютуба. Я там выкладываю интересные всякие ссылки на что-то, если я нахожу, там, делай калькулятор, что-нибудь там, статейки какие-нибудь и так далее. В общем, можете подписаться. Наверное, вам будет интересно. Вот, все. Ставь лайки или что-нибудь там пиши. Подписывайся на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok